парни всех приветствуем на нашем канале знакомьтесь это алексей да алексей значит он полгода вот мы снимаем для вас видео он всегда стоит за камерой сегодня появился повод чтобы он вошел в кадр в общем нам поступил заказ изготовить мангал но это не совсем мангал это встраиваемый будет гриль да он бывает встраиваемый бывает отдельно стоящий в общем все зависит от пожеланий заказчика сейчас алексей немножко расскажет о самом этом гриле какой будет процесс у нас до 1 гриль называется аргентинский в свое время лет 15 от работы в общепите мы такие гриле ставили в рестораны причем ставили не на закрытую кухню ну которую гость не видит оставили на открытую то есть прям зал потому что штука очень эффектная у нее такая решетка в ресторанах достаточно большая и эта решетка жарочная она поднимается вверх вниз с помощью штурвала и специального механизма таким образом можно регулировать жар от углей это первое плюс у этого гриля решетка сделано вот из таких уголков и они закреплены немножко под углом это сделано для того чтобы жир не капал на угли а стекал вперед в специальный быстросъемный лоток вот такой лоток коллеги жиросборных жир кстати можно это потом использовать и для приготовления например полить в качестве соуса что-то до большой или буду по-другому как-то использовать вот это первое преимущество такой решетки и второе меньше канцерогенов поскольку значительная часть канцерогенов образуется в дыму когда жир капает на уголь и горит вот в этом как раз дыму наибольшее количество канцерогенов а поскольку жир у нас не капает на уголь падает лоток соответственно канцерогенов на порядке меньше плюс конечно же запаха гарри такого нету что очень важно для ресторанов и особенно для открытой кухни которые среди гостей хотя вот алексей говорит что это вредно но как мы все любим этот запах шашлыка когда жарится да когда жир начинает капать на угли идет дымок и все от него просто кайфуют да но ресторана ресторанах главным образом мы ставили это потому что это эффектно да я был в таком ресторане там прям посередине зала стоит мангальная зона и там стоит повар и жарит мясо прям ты заказываешь мясом прям при тебе его жарит и тебе подают просто пылу жар его и то есть там не стоит вот этот запах дыма на весь ресторан ну над ним вытяжка соответственно да но дым там не валит и так вернемся к нашему заказу данном данном случае гриль будет не надо ножках а встраиваем заказчик уже сделал готовый подиум из шамотного кирпича дал нам размеры и по данному размеру мы уже сварили вот такую вот рамку которая будет просто ставится сверху и гриль болтами нигде фиксироваться не будет в этом нет необходимости потому что он тяжелый никуда он не день ну да он на кирпичу там уже сложен кирпич от уголочек вложиться на такую поверхность и он будет там стоять как копаны до соответственно у нас есть вот такие вот заготовочки стойки с перекладин это нержавейка здесь соответственно будет штурвал на штурвале будут цепочки и здесь будет решетка подниматься вверх-вниз также есть соответственно мы уже сделали заранее штурвал с помощью которого будем управлять есть вот такая вот звездочка и вот такой вот стопирующий механизм значительная часть детали у нас из нержавейки тем чтобы соответственно внешний вид сохранялся максимально долго нержавел потому что заказчик данный гриль имеет в беседке на улице ну беседкой с крышей но тем не менее влажный воздух соответственно все детали которые имеют какое-то трение потенциальное в процессе эксплуатации мы сделали из нержавейки ну и решетка естественно у нас тоже из стали нержавейки 304 потому что это пищевая безопасность на черном металле конечно же никто не жарит нужно жарить на отличной нержавейке ну что приступим тогда к изготовлению давайте парни никуда не расходимся наливайте чай кофе к мы будем для вас и готовить этот мангал все покажем вам расскажем покажем готовое изделие надеюсь вам это понравится в общем погнали так парни ну видите вот мы каких результатов мы уже добились да с алексеем в общем система тут будет следующая вот это будет решетка да вот вот так вот будет крепиться вот эти уголочки на них уже будет непосредственно жариться мясо правильно вот небольшой уклончик дается чтобы жирок стекал в этот лоток и здесь будут цепочки и вот так вот это будет вверх-вниз вот к этому швырочку будет вариться вот эта рамка на рамку вот эти вот уголочки да и вот так вот тут будет штурвал вверх-вниз это все будет работать правильно объяснил платок будет обрезать в размер здесь сделаем специальные боковинки и лоток будет прикреплен к самой рамки то есть он будет в мире ездить вместе с ней вверх-вниз до эту рамку можно будет снимать и мыть да вот эту рамку снять нельзя будет она будет приваренных полозьям ага но сверху у нас вот эти уголки будут приварены к другой рамки и эта рамка вместе с уголками будет сниматься а поскольку она длинная сделаем ее из двух частей чтобы можно было во-первых комбинировать приготовление во вторых удобнее мыть ну комбинировать приготовление например с одной части в одной части у есть решетка и соответственно что-то жарим в этой части например у нас закончились угли можно положить дрова и развести костер чтобы были угли даже готовить что-то на шампурах или поставить сюда специальную рамку под сковородку и одновременно готовить и на сковородке и на уголках понятно парни тут система такая ниппель система ниппель в общем что нам еще осталось тут еще куча работы до стал еще куча работы по мелочи так смотрите мы заранее взяли пластинки нужной толщины проставили их чтобы мы точно знали что когда мы сварим рамку и наши полозья сюда встанут осталось во первых остался зазор до небольшой и что у нас все влезет и будет а вот этот лоток он тоже будет несъемный правильно понимаю он будет быстро съемный быстро съем быстро съем потому что там жир его на помыть тоже буквально две секунды там вот такие крепежи типа полозьев типа такого пока этот наверху а этот будет вот так вот ездить и соответственно на себя и немножко вынул пошел полил виде соуса или помыл как удобно понятно парни тут система сложная конкретно этот гриль можно это понимаю снять вот эти решетки положить просто шампура также есть еще поставка можно поставить к сковородку или казан чё надо любую посуду ставим готовим вот такой универсальный гриль вот дальше можно положить противень 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 разогревать там не знаю пиццу или что то еще в общем это все может заменить плиту хозяйки полностью да вот многофункциональное устройство и вот этот конкретно эта модель она будет без ножек это встраиваемая то есть снизу уже ничего не будет снизу там уже с кирпича с такого огнеупорного сложена это будет непосредственно разжигаться костер вот но есть еще вариант такой чтобы он был закрытые с ножками то есть переносной вариант также берем его и ставим куда нам надо вот но может еще если вам будет это интересно еще сварим и такой с ножками он заготовки ездали все так что коллеги кстати я вот это первый раз алексею помогаю варить этот гриль только специально чтобы вам снять показать да это алексей чисто эта тема алексея да он занимается этими грилями мне некогда у меня нету на это времени вот если кому интересно мы оставим ну в общем меня найдете мне пишите мы можем на заказ эти гриль кому надо готовить да какие там можем встраиваемый может на ножках он быть в любых вариантах исполнения мы можем его изготовить можем организовать доставку в любой регион до транспортной компании но имейте ввиду что он сколько нелегкий сон на ножках с кирпичами шамотными по порядка 36 кирпичей он пусть будет под 120 килограмм 120 килограмм и соответственно чем тяжелее вес тем дороже доставка правильно но уж а модные кирпичи я думаю не обязательно доставку делать их можно купить на месте да может можно заказать гриля кирпичи их можно купить там на месте чтобы зачем кирпичи доставлять также в общем парни процесс у нас идет я не знаю я мне завтра на работу я до конца дара не смогу в этом участвовать вот алексей на без меня уже будет заканчивать вам показывать какой результат у него получится вот так что парни ждем окончания посмотрим чего из этого выйдет да так сейчас мы будем делать решетку я выложил уголки выложил их вверх ногами потом мы соответственно решетку перевернем и более того распилим пополам чтобы можно было по отдельности их вытаскивать тем самым комбинировать работу да и мыть удобнее а а а а а а вот как-то так получилось одну мы не приварили соответственно это будет вот так вот здесь мы спереди выпилим уголочек вот тут вот таким образом что у нас сядет сюда идеально и вот эта часть будет ниже чем вот эта часть вот она у нас собственно села вот сюда как надо в профиль получается вот так но здесь еще не заварил надо будет заварить и зашлифовать здесь я тоже делал прихватками потому что если сделаю сплошной шов то поведет угол а так я сделаю прихватку здесь там 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 потом еще раз здесь 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 и у меня в итоге вот это сама равна идеально ровно вот так вот получилось вот так вот это выглядит переворачиваем потому что мы еще не везде обварили нужно будет еще здесь обуви здесь варить парни ну вот наш наш гриль готов да сейчас мы все подробненько вам расскажем и покажем как это все у нас работает да сами можете видеть это вся верхняя часть выполнена из нержавейки но алексей сейчас все более подробно расскажет постараемся вам показать в общем давайте так друзья пару слов о покраске как видите нижняя часть у нас сделаны из черного металла и штурвал сделан из черного металла но здесь разные краски вот эта хорошая немецкая краска альпина она будет защищать от жавчины я уверен лет 8-10 вот здесь термокраска потому что обычная краска по металлу сюда не подойдет она будет выгорать потому что пламя и тепло и жар слишком близко здесь крем неорганическая краска она к сожалению не особо устойчива к царапина к жары к жавчине поэтому по возможности ее не нужно царапать и угли по возможности держать подальше от нее точнее не вплотную к ней не прямо прислонять угли к ней потому что в этом месте начнется выгорание где краска выгорит начнется ржавчина поэтому да используем грамотно тогда можно будет сохранить прекрасный внешний вид реально на долгие годы это вам не мангал который вы купили пожарили дождь прошел и через месяц у вас уже мангал внутри ржавый концу лета он у вас уже и снаружи ржавый кусок ржавого металла начнем по порядку смотрите вот у нас сделана рамку из уголков как видите они приварены по-разному вот этот уголок у нас повернут вниз вовнутрь для того чтобы можно было вот этот лоток хорошо его зафиксировать как видите он быстросъемный он как на салазках туда заходит но вот эти штуки я сделал отдельно из профиля достаточно быстро но по-хорошему их нужно заказывать на гибкие нарезки потом как видите наша решетка поднимается с помощью вот таких полозьев полозьи тоже можно сделать из профиля можно заказать на гибкие зависимости это у кого как от объемов производства сами сделайте зазор обязательно нужно оставить два миллиметра по вот этой оси два миллиметра здесь два миллиметра там и того 4 миллиметра что касаемо вот этой оси то здесь у меня где-то полтора миллиметра всего лишь и поскольку метал толстый это тройка то его не клинит будет нормально этого будет достаточно большой зазор там нельзя давать чтобы вот эта штука рабочая поверхность чтобы не было большого люфта да чтобы она играла да потому что если вы вот здесь вот с торцов останет оставите больше зазор то каждый раз когда вы кладете мясо у вас будет вот это дыр 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 или переворачивать мясо а тем более если будет в казане мешать то будет просто вот так вот в волнами идти а так у нас все очень плотненько все хорошо да как вы видите у нас есть ушки вот здесь есть ушки вот здесь это обычная цепочка из нержавейки просто звенья разрезаны болгаркой пополам и просто приваренная проволока из нержавейки или там тигом как вам удобнее сама проволока вот это тоже из нержавейки вот это расстояние нужно взять ну сантиметров наверное 6 от края чтобы проволока у вас наматывалась вовнутрь и наматывалась ровно и равномерно чтобы не было дребезжание перекосов таких прыганий решетки самой вот здесь мы внутри варили тоже колечко с тем чтобы вот этот вал не ходил ни влево ни вправо стопорное кольцо да стопорное кольцо его можно сделать из такой же трубы просто сделать два колечка оба их разрезать чуть-чуть раздвинуть и сварить просто по размеру но конечно самое простое найти трубу по большего диаметра такое же колечко вырезать можно поставить шплинт просто шплинт не очень красиво вариантов масса так что касаемо подъема мы сделали так что подъем идет на себя вот в эту сторону ну потому что подъем это более тяжелая функция и чисто физически вот так вот легче поднимать лицевая часть коллеги вот это да это лицевая часть это я стою сзади и соответственно сделано так что поднимать можно одной рукой стопирующий механизм вот этот вот ручечка она сама встает на свое место для фиксации в нужном уровне ну а чтобы опустить пальчиками опустили виде все прекрасно опускается помимо решетки из нержавейки мы еще сейчас вот начали делать вот такую вот рамочку из прута здесь еще будут деревянные ручки это под казан под вог сковороду соответственно так вот можно делать и пожалуйста готовить здесь жарится мясо здесь поставили сковородку кастрюлю и жарим воду да да при этом соответственно вы можете регулировать высоту что является одной из фишек этого мангала видите они почти доверху поднимается фиксируется там нужно у вас уже все жареное готовое нужно чтобы просто тепло было подняли повыше да просто будет подогрет подогретом состоянии можно это убрать и поставить вторую решетку поставить либо вторую решетку либо шампура сюда положить проект либо разжигать здесь дополнительный огонь угли делать ничего сложного ну вот вкратце как-то так постарался основные моменты все рассказать так парни вы видите у нас уже готов на 99 процентов там осталось почистить эту решеточку до шлифануть да и все в общем алексей сегодня у нас какой день недели четверг алексей на субботу договорился с клиентом он повезет ему прямо там установит на месте и постарается все это заснять как он выглядит ну уже встроенный на своем месте правильно мы вам тоже постараемся это видео вставить посмотрите как это все будет выглядеть на своем рабочем месте парни у нас плана ближайших ближайших планах стоит еще изготовление еще одного такого гриля но он уже будет отдельно стоящего будет на своих ножках там будет зона розжига отдельная да вот пишите в комментариях если вам это интересна тема мы снимем еще и это покажем вам вот ну как бы все мы рассказали показали да алексей в общем парни давайте надолго не прощаемся подписывайтесь пишите комментарии ставьте лайки или дизлайки в зависимости от того нравится он или нет и увидимся в следующем видео всем пока и и